Услышав выражение «что, где, когда», мы обычно представляем себе телевизионный вариант интеллектуального турнира, где знатоки играют против телезрителей, отвечая на их вопросы. Однако нетелевизионные версии этой игры еще более популярны. В Национальной библиотеке Чувашии в честь Всероссийского дня студенчества на интеллектуальный турнир «Что, где, когда» собрались знатоки из вузов республики. Эрудиция в тренде. Иметь широкий кругозор и высокий IQ – и полезно, и модно, и удобно. Блеснуть знаниями молодежь может во время интеллектуальных состязаний, которые в республике проводятся регулярно. Мы практически каждую неделю проводим в республике различные интеллектуальные игры. Среди них самое популярное среди молодежи – это интеллектуальный фо-брафиловский стерлок, а также «Что, где, когда». Молодежь, она хочет новое, она хочет узнавать, играть, показывать себя. Вот интеллектуальные игры – это можно показать себя, отвечать на вопрос, придумав вопрос. Просто собраться командой, прийти и полезно, приятно провести время. На этот раз участникам нужно было дать ответы на 36 вопросов в трех турах. К примеру, кто автор знаменитого стихотворения «Эбир Пулна Пур Пулатбар» «Мы были, есть и будем», фамилию которого можно перевести на русский язык как «Иди в Казань». Ответ – Петр Хузангай. Здесь были как начинающие игроки интеллектуальных игр, так и опытные команды. К примеру, «Алфабит» – команда игроков сборной различных факультетов Чувашского государственного университета. Не раз участвовала во всероссийских интеллектуальных проектах. В детстве я с отцом вместе смотрел эту игру по телевизору. И у меня была мечта когда-нибудь вообще сыграть в эту игру. Она очень увлекательна и интересна. В итоге у меня сначала создала своя команда. Потом в университете на своем факультете у меня свой клуб интеллектуальных игр. В нем участвует порядка 8-9 команд. Почему играю? Это хобби. Это кайф от игры. Это кайф от того, что ты берешь вопрос, угадываешь или не угадываешь. Потому что эти минутки счастья и поражения, они дополняют твою жизнь. И это очень классно, круто. По итогам интереснейшей игры победа досталась новичкам – команде волжского филиала МАДИ. Вторые и третьи места заняли команды медицинского факультета – информатики и вычислительные техники, пупсики, а также «Алфабит». В течение года планируется проведение различных интеллектуальных игр, которые будут посвящены Году литературы в России, Константина Иванова в Чувашии, 70-летию победы в Великой Отечественной войне и многим другим темам. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика.